здравствуйте друзья пожалуй заступлю я сегодня на дежурство очередное по америке поскольку вопрос задают причем уже не первый раз что случается с голосами тех кандидатов которые выходят из гонки в данном случае это относится конкретно к республиканцам потому что значит может так получиться и вроде так все к тому идет что трамп который лидирует не сможет набрать необходимого количества голосов чтобы получить автоматически номинацию как претендент и соответственно они соберутся там вот делегаты в июле да когда съезд партии будет начали соберутся а ни у кого нет необходимого большинства и тут трамп как раз вчера вроде он понимая что пробуй что происходит он начал значит такую я не знаю не хочется играть истерику но похоже на то он начал вот крик такой что вообще там чуть ли не революция это в партии будет если ему там технически не хватит там может быть там 50 или 100 голосов там и он не станет при этом значит кандидатом от партии то это вообще какие-то жуткие последствия там за этим будут стоять и так далее поэтому он как я сам не буду на баррикады там призывать но вот вы увидите что случится если вот так значит что на самом деле там происходит очень часто очень очень часто они приходят на съезд без того чтобы иметь необходимое большинство последний раз такое было по моему в семьдесят шестом году а на сказать что вот в девятнадцатом веке в начале двадцатого это просто просто часто было почти каждый съезд вот такой был значит какова логика республиканской партии они говорят вот у нас есть люди но не зато в данном случае вот их осталось три человека их осталось три человека и ни один из них не набрал необходимого большинства они же все имели шанс но вот не смогли поэтому значит ну либо мы сейчас тут вот внутри договоримся это бывает в частности вот например в 76 году что произошло те кандидаты которые оказались ну свободными так можно сказать их подобрал президент форд потому что там его противником был рональд рейган который в тот раз у него не получилось он в восьмидесятом уже победил а в 76 вот они пришли на съезд и значит у форда но немножко ему не хватало там и вот это не вот это немножко они подобрали тут же вот среди тех кто ну болтался как бы не определившись и в первом же голосовании в первом туре голосования форд был номинирован все на этом все закончил значит что происходит допустим форд не смог бы набрать достаточное количество что произошло бы дальше дальше получается такая история что делегаты которые идут от штатов разных на съезд руководствуется правилами штата в отношении делегатов ну если партийной организации штата таким образом значит какая-то часть людей делегатов если в первом туре нет не получили результат они освобождаются от каких-то каких бы то ни было обязательных более того есть штаты а правила всюду разные очень сильно отличаются например вот допустим рубио сейчас вышел из гонки есть штаты которые говорят в первом туре голосования даже если он ушел и его больше нету вы все равно должны голосовать за него то есть они на первом туре они все равно голосовать за рубио а если допустим уже переходить не получилось и переходит к делу ко второму туру значит многие штаты говорят ну тогда ты сам решай есть штаты которые говорят после если два тура прошло безуспешно то на третьем ты можешь мы тебя освобождаем есть штаты где конвенция республиканцев этого штата ну допустим в апреле вот они соберутся и скажут вот рубио ушел бы тогда значит всех все голоса которые там есть мы начат даем там вот этому может так тоже произойти люди которые поедут на съезд в основном еще не определены то есть вот известно что скажем вот от такого то штата там 15 человек там за трампа и там 10 за круза да но кто именно это еще будет определяться вообще там система довольно такая забавная . к вопросу о том куда деваются голоса так вот философия здесь вот какая если ты немножко там не добрал и ты можешь но вот тут на месте как бы подхватить те голоса которые свободны значит вопросов нет ты на съезде получил большинство необходимые все если ты не можешь набрать но вот не можешь тогда партийная философия такая они говорят вот допустим мы бежим марафон 40 километров или какие-то люди значит добежали до 25 километра и скуксились сошли с дистанции а ты такой большой герой ты сошел с дистанции на двадцать восьмом километре но до сорокового ты не дошел в этом смысле вы все дисквалифицированы вы все лишились как бы нашего доверия у вас были все возможности пройти дистанцию вы не смогли поэтому мы начинаем рассматривать других людей просто других людей и вот сейчас на самом деле уже начали обсуждать какие-то кандидатуры которые могли бы быть представлены съезду и так далее то есть я что хочу сказать вот то что сейчас делает трамп и то что он говорит что сейчас мы там сейчас устроим вам бучу там я лично не буду но вы увидите чем к чему это приведет там и так далее он действует абсолютно против правил против логики этого всего и логик говорит если ты не смог значит ты не смог давайте смотреть чтобы у нас партия был какой-то авторитетный человек который можно реально поставить на выборы и он на этих выборах допустим сможет реально противостоять тому что конечно тут есть осложнение осложнение связано не с процессом голосования для определения кандидата осложнение связано с тем что никто так бунтовать не будет конечно но просто люди уйдут из этого дела которые сегодня политически ангажированы они они скажут у вас всех нафиг и просто перестанут может еще и на выборы не пойдут тоже возможно потому что они почувствуют себя преданными какие-то там махинации за их спиной там или еще что-то я не хочу там дальше в эту сторону но безусловно это приведет к каким-то последствиям приведет к каким-то последствиям негативным так что да кроме того если это произойдет им будет сложно собрать партийную поддержку вокруг этого кандидата на общих выборах понимаете если скажем во время партийных выборов он вообще даже и не участвовал то вот как по ну люди симпатизирующие вот этой партии и платформе как они будут за него голосовать если сама партия за него не голосовала вот какие-то там брокерские дела закулисные там и так далее в общем это конечно очень сильно ослабляет позицию этого кандидата и в общем я хочу сказать что у республиканского начальства есть есть повод серьезно почесать репу причем не просто повод у них есть у них много поводов есть и никакой репы не хватит чтобы ее обчесать со всеми этими делами то есть там так много неизвестных значит теперь мы возвращаемся к изначальному вопросу что будет с голосами тех кто голосовал за рубио например интересный вопрос правда значит мы никто не знает то есть безусловно есть опросы всякие и вот говорят вот когда опрашивают вот кто твой там first choice да твой первый выбор говорят вот рубио например ага второй и это позволяет судить о том куда уйдут голоса если кандидат сойдет с дистанции в частности про рубио есть такое исследование и там где он то есть люди которые его назвали там первым номером поставили у них трамп процентов там я боюсь соврать на вскидку там 8 процентов 18 если не рубио то трамп а процентов там я тоже боюсь соврать но очень-очень высокий процент это круз поэтому если бы можно было просто голоса там сказать ребята вы все свободны выбираем кого хотим что не и что не обязательно так сказать является конкретным фактом я объяснил что это это сложная многоходовая такая комбинация когда на каждом следующем туре голосования освобождается больше и больше депутатов с тем чтобы они могли голосовать по своему выбору понимаете вот значит но если бы это можно было вот так реально при посчитать и переписать так прямолинейно то в основном в основном львиная доля голосов рубио ушла бы к крузу при том что мы понимаем относительность мы понимаем относительность всех этих опросов и понимаем что время идет и человек который сегодня голосовал так завтра может голосовать там еще как-то это все очень ну бывают бывает что вот показывают все опросы одно а на выходе смотришь получается другое это бывает я не хочу сказать что очень часто случается так что к вопросу о том куда деваются голоса сложная система давайте я я честно сказать даже не знаю правильно ли было бы вот скажем поддержал ли бы я если сказать послушай а давай вот пусть бы у них у всех вот было одинаково и так все прямолинейно там по пропорциям разделили там компьютерно может даже проголосовали так вот и сразу все понятно я не знаю потому что на самом деле это как бы нарушает права региональных как бы там организации например да и сегодня эти права уважаются в каждом регионе они по-своему это решают и никто не пытается им что-то такое навязать может быть это и есть демократия как бы да то есть чем их выстраивать куда-то вот вот демократия бывает неудобно а вот это вот удобство когда все маршируют под барабан у этого удобства есть такие неприятные эти побочные эффекты что уже думаешь может лучше вот такой бардак демократический чем вот такой значит порядок когда все маршируют и шаг влево шаг вправо значит расстрел тоже не хочет в общем такая жизнь я я чувствовал себя как бы ответственным за то чтобы ответить на этот вопрос потому что я в какой-то момент тоже заинтересовался да что-то я второй день подряд попадаю в эту канаву тут стройка идет и большие фуры ходят дорогу портит в общем так вот не тривиально нетривиально все друзья я с вами прощаюсь счастливо